Друзья, всем привет из Сочи! 3 января 2020 год. Начинаем разбирать КХЛ. Программа сегодня стартует матчем Салават-Юлайф-Автомобилист. Всего сегодня будет сыграно 6 матчей. Итак, в 14.30 начало. Обе команды следующие свои игры проведут уже 5-го числа. Причем Салават дома будет принимать Авангард, а Автомобилист поедет в гости к ЦСКА. Последние матчи команды играли 28-го числа. Идут они по трассе одинаково. Автомобилист в 5-ти последних матчах 4 победы. Салават в 5-ти последних тоже 4 победы. Причем Автомобилист 4-ти последних матча играл дома. Из них 3 прям последних выиграл. Кстати, вот у Салавата 3-2 24-го декабря, у Нефтехимика 3-0 и у Амора 3-0. Но это Автомобилист в гостях. А Салават дома с Автомобилистом играет так. 1-4, 0-2, 4-4. Это в рамках КХЛ. И товарищеский 6-4, 1-3. То есть у Салавата плохо получается против Автомобилиста играть. С чем это связано, я не знаю. Наверное, неудобный соперник. Вот они играют опять 4-2. Ну, судя по... Я думаю, что в этом матче должно быть меньше 5-ти голов, потому что... Ну, потому что 14-30 начало и просто они не должны много забивать. Мне так кажется. Автомобилист. Вот давайте, знаете, как? Сейчас я вам просто в среднем скажу. Значит, по таблице. Салават на 4-м месте, Автомобилист на 6-м месте. В 8-ку они попадают. Разрыв у них 3 очка. Но Автомобилиста 3 игры в запасе. Автомобилист может их обогнать, если он конвертирует оставшиеся матчи вот эти в набранные очки. Салават дома в 20-ти матчах только 10 побед, то есть меньше половины выигрывает. 3 в овертайме победил, 7 поражений. То есть 30% всех матчей он дома проигрывает. Но разница забитых пропущенных положительная, 66-57. И у Автомобилиста, значит, Автомобилист в гостях... Тут, знаете, Салават 3 последних дома выиграл. И, может быть, 4 будет многовато для него. Я вот смотрю, что последние-то дома матчи, так вот, только Акбарс выиграл все 5. И это как бы рекорд. Даже Металлург у него в перебои бывает. Салават. Это будет чудо, если он выиграет 4-ю игру подряд. Мне так кажется. Автомобилист в гостях в этом году. Половину матча почти выиграл. С 20-ти выиграл 9. 2 еще в овертайме. Но 8 проиграл. То есть всего лишь 3 ничьих было из 20-ти. То есть это мало. Это очень мало в ничью. То есть бескомпромиссная или победа, или поражение. Разница забитых и пропущенных 57-57. То есть примерно 3-3. На самом деле трудный матч для прогнозирования. Но мы ожидаем от первого матча тотал меньше 5-ти, может быть, меньше 6-ти. Автомобилист потом едет в гости к ЦСКА. И я думаю, что он должен на выезде попытаться взять все-таки очко в Уфе. Но в ничего он не играет. Поэтому в этом матче я бы пропустил этот матч, потому что они нет четкой тенденции. Но последние два матча автомобилист у них выигрывает. Вот 20-й год, 19-й год именно в Уфе выигрывает и выигрывает автомобилист. То есть Салават у них... Но в 19-м году Салават обе игры выиграл. 4-2, 2-1. Ну ладно, я просто предположу, что 5-ть меньше и больше здесь. Здесь исходы очень трудно предсказать, потому что начало года в какой форме команды выходит. Локомотив Витязь в следующем матче. Тут Витязь единственная команда из этого списка, которая будет играть аж 8-го января. А все остальные будут 5-го продолжать турнир. Вот, и поэтому у Витязя небольшое преимущество есть только в том, что он может кастями лечь и в этом матче показать все, на что он способен. И оставить там все силы, потому что он будет понимать, что у него следующая игра только через 5 дней. Причем дома он будет принимать Сочи. Локомотив две последних игры проиграл на выезде. И ему надо притормозить и брать очки. И вообще в пяти последних только две победы. Причем дома на Северсталье и на Сочи. То есть дома нормально. Витязь в пяти последних три победы. Но все три победы были одержаны дома. Но последнюю игру дома Витязь проиграл Динамо Москва. Локомотив в следующую игру будет дома принимать Сибирь. Значит, Локомотив с Витязем играет так. 5-1, 2-3, 4-3, 4-3, 3-1. То есть здесь как бы на лицо тотал больше. Больше, ну видимо. Ну три с половиной точно больше. Наверное, четыре больше надо брать в этой игре. И, наверное, Локомотив должен тут побеждать. По таблице четвертое место у Локомотива и девятое у Витязя. Витязь может попасть в восьмерку, но отставание от Спартака всего лишь три очка и игра в запасе. Витязь, конечно, будет бороться. Ну вот поэтому здесь тотал и больше. То есть Витязь будет бороться. И эти будут бороться. Вот как бы так. По коэффициентам на Локомотив дают рубль 60, грубо говоря. Наверное, надо заигрывать что-то типа Локомотив. Наверное, просто победа. Либо просто тотал больше 4. Так, нефтехимик. Значит, 17-0 начинаются все остальные матчи. Нефтехимик-Сибирь. Итак, нефтехимик в следующую игру будет 5-го числа играть дома с Торпедо. А Сибирь едет в гости как раз-таки вот к Локомотиву в Ярославль. И по таблице Сибирь на девятом месте в восточной конференции. И не попадает она восьмерку, пока отстает от Бориса на 5 очков. Причем у Бориса три игры в запасе. Нефтехимик вообще никуда не попадает. Он идет на последнем месте в этой восточной конференции. И дома нефтехимик в этом году всего 4 победы одержал в основное время. Плоховато играет. И последние 5 матчей нефтехимик дома просто проиграл. 16 матчей проиграл в основное время. Ни одного поражения в овертайме у нефтехимика нет. Все поражения у него в основное время. То есть он практически без борьбы. То есть 6 матчей в общей сложности выиграл с 22, меньше 30%. Причем 4 только в основное время. Здесь как бы у Сибири есть шанс. У Сибири шанс. Сибирь в гостях в этом году из 18 матчей 6 выиграла. То есть 30%. 33% выигрывает. Рейн шайб 40-45. То есть что-то типа 2-2. Ну и смотрим как они между собой. 1-3 Сибирь, 6-3 нефтехимик. 1-1. 4-4, 4-1. Ну в общем. Тоже трудно что-либо предположить. Потому что надо посмотреть коэффициенты. 3-30 на нефтехимик. Давайте знаете как Сибирь не проиграет. Учитывая что 2-2 дают на Сибирь. Должны они зацепиться и побороться. Все-таки Сибирь. Ей надо в восьмерку попадать. Попадать ей надо восьмерку. И ей нужны очки. И она должна брать у нефтехимика. У которого какие-то теоретические шансы сохраняются. Но он прекрасно понимает что ничего у него не получится. И нефтехимик. Довольно таки большая. У него большие тоталы. У нефтехимика. Когда он играет дома. В 22 матчах 51 шайба забита. И 77 пропущена. То есть это больше чем где-то 2-3. 4-3. Вот так вот он проигрывает. Давайте предположим что здесь будет тотал больше 4. И Сибирь не проиграет. Наверное так. И Сочи торпеда. Сочи торпеда. Сочи следующую игру дома будет. Также остается дома. И принимает Юкерит 5-го числа. Торпеда выезд продолжает. Следующий матч будет проводить 5-го числа в Нижнекамске с нефтехимиком. И возможно там возьмет очки. Потому что нефтехимик как бы неудачно играет. Сочи команда сюрприз. Команда которая. Извините. Сочи команда которая способна преподнести сюрприз. Сюрприз. Коэффициенты такие. 2,60 на Сочи. 2,30 на торпеда. Уже непонятно ничего. 30-го числа обе команды играли. Причем Сочи играла. Да извините. Играла с Северсталью. Выигралась у Северсталя 6-2 неожиданно. Торпеда. Три матча подряд выиграла дома. Соответственно у Сочи 23 декабря. У Риги 3-2. И у Локомотива 6-5. То есть торпеда забивает. Ну это дома. Три, четыре, шесть и так далее. С Барсом только два. Значит Сочи они играют так. 1-0 последняя игра. 22 февраля. Аж прошлого уже года. 5-4. Сочи 3-1. 5-2. 1-0. То есть Сочи с ними играет удачно. Удачно хорошо. Отматываем. Назад 4-2. Проследнее поражение торпеда было в 16-м году. 1-2. 0-1. 3-4. То есть было три победы подряд торпеда в Сочи. И потом в 14-м году опять в Сочи 4-1. Эти 1-2. Вот как-то у них обе полтора больше у них не всегда проходят. Вот за больше чем за 10 матчей у них проходило это только раз, два, три, четыре. Четыре раза проходило. Вот 19-й год они играют 5-4. И 18-й год они играют 5-2. То есть на тотал больше и Сочи победа. То есть Сочи как-то... Давайте предположим, что Сочи забьет больше полтора гола здесь, наверное. Наверное, как-то так. И Сочи им не проигрывать больше как бы одной шайбы. Учитывая коэффициент такой 261 в Сочи, я предположу, что Сочи должен здесь не проиграть. Сочи дома, потом Сьюки. А торпеда поехала на выезд. Поэтому какие у них планы. Ну и смотрим, что у Сочи сохраняется теоретический шанс на попадание в финальную восьмерку. Если не будут играть без перерыва и выиграть у всех без перерыва, извините. Значит, ну для этого нужно как бы идти по накатанной. И все-таки учитывая, что Сочи это стадион олимпийский, что тут Олимпиада была. Я там был на Олимпиаду, я ходил на Россию и Финляндию. То есть надо стадион задействовать. А чтобы стадион задействовать, они должны попадать в финал. Может быть их будут тянуть за уши. Тянуть за уши, чтобы они пошли в Куба Гагарина. Торпеда идет в своей группе на седьмом месте. То есть Торпеда может очки и подарить. Вот, поэтому... Давайте я предположу, что Сочи не проиграет. И Сочи полтора больше, может гола, как-то вот так вот. Потому что коэффициента я не вижу. Так, ЦСКА Йокерит. Здесь политическая подоплека, потому что Москва против Хельсинки. Всегда это было такое... После 1939 года, потом мы очень с финами хорошо дружили. Настолько, что они даже на нас не напали. Как бы не напали, но в общем объявили там нейтралитет и так далее. Ну ладно, суть не в этом. Их нужно тоже тащить за уши, чтобы они не обижались. И 27-го играл ЦСКА, ЦСКА отдохнувши. А Йокерит играл 30-го. У Йокерита три победы подряд. Хватит ему выигрывать. Четвертая победа подряд будет чересчур. А у ЦСКА два поражения подряд. И три поражения подряд ЦСКА будет тоже чересчур. Поэтому ЦСКА здесь должен побеждать. Рубль 60 на это дают. И, пожалуй, все на этом. Потому что ЦСКА, ну просто вот... Должна прерваться серия. Тем более в Москве последнюю игру выиграл Йокерит. Играли они достаточно давно. Ну, полтора года назад в Москве последняя игра была. 0-3 Йокерит. Поэтому ЦСКА должен брать реванш за поражение. И в 2018 году было 5-0 в путь за ЦСКА. Опять же, в 2018 году Йокерит 2-1. И ЦСКА 2-0-4-0. То есть ЦСКА, если выиграли, 2-0-4-0-5-0. А проигрывает 0-3. То есть обе забьют у них даже не проходит. У них только один раз было обе забьют. Поэтому здесь тотал меньше. Вот тотал меньше пяти у них. Вот так. Вот так получается, ребят. И они следующие игры проводят. ЦСКА сидит, будет ждать дома автомобилист. 5-го января в гости. И Йокерит едет в Сочи. У Йокерита выезд. Йокерит, наверное, будет думать, что, наверное, Сочи будет попроще как-то. С ЦСКА, наверное, придется как-то поддаться, как-то отдаться, расслабиться и получить удовольствие. Вот. Йокерит идет на пятом месте. Восьмерки очень хорошо у него дела идут. Он прям поднялся. Но плотность очень высокая. Большая очень плотность в этой восьмерке. Потому что Йокерит это 45 очков. А идущий ниже, вот Северсталь 45, Динамоминск 45 и Спартак 44. То есть одна осечка, и Йокерит вылетает из восьмерки. Но я думаю, что Йокерит будет брать свои очки в Сочи. А Сочи думает, что он свои очки будет брать с торпедо, а Йокерит это подарит. Ну, вот примерно такой расклад. Динамоминск авангард. Последний номер сегодняшнего шоу. Ну, минчане в этом году удивляют. Вся команда болела коронавирусом. Они там боролись и побеждали в октябре, после того, как все выздоровели. На авангард тут больше котировки склоняются. Значит, Минск играет следующую игру дома против СКА. В Минске. Авангард едет в гости к Салавату после этого. То есть, Авангард это омская команда, которая базируется, по-моему, в Балашихе. Не знаю, там у них ремонтируется этот самый Ледовый дворец. Вот. И, значит, давайте по таблице посмотрим. Минск идет на седьмом месте в этой восьмерке. И он должен в ней и остаться, скорее всего, потому что это вопрос политический. Авангард идет в Восточной конференции на втором месте в своей восьмерке. Он уже не вылетает. И так, московская команда, пускай это из Сибири, перенасыщены московские команды в этой восьмерке. То есть, их присутствие, оно слишком большое. Тут и Витязь, тут и Динамо Москва, и ЦСКА. Значит, Москва, Москва, слишком много. Значит, надо немножко подвинуться, дать другим. Дать другим. Поэтому у Минска есть шанс в этой встрече. Коэффициент на Минск. Очень высокий дает. 4,07 Бетбун дает больше всех. Итак, смотрим, личная встреча. 1-1 и Авангард в дополнительное. Опять 1-2. Это 19-18 будет. Опять ничья 2-2. Минска дополнительная. 1-2 Авангард и 4-2. То есть, Авангард всю дорогу им забивает два гола. 2-2-2-2. То есть, ни разу больше двух голов Авангардами забил. Прям подряд. 2-2-2. И в последний 1-1. То есть, здесь можно взять тотал Авангарда меньше трех. Вот так вот попробовать. Что Авангард не забит больше трех, больше двух с половиной. На ваш выбор, потому что какие коэффициенты ваша контора дает, посмотрите. И поэтому, исходя из этого, что Авангард много не забивает и Минск много не забивает. Либо общий тотал будет меньше, либо Минск фора, либо Минск не проиграет. Потому что больше одной шайбы они ни разу не проиграли. Давайте так, фора на Минск плюс полтора. Вот таким вот образом. Потому что 5 матчей, да, и ни разу Авангард у них не выиграл больше, чем в одну шайбу. То есть, плотная борьба, тяжелая такая. И у них, ну, счета такие 1-2, 1-2, 3-2, 1-2. Ну, вот, это начиная с 15-го года. И вот последние игры они играли. 30-го Минск проиграл. Три из пяти последних. И то же самое Авангард. Три из пяти последних проиграл. Прямо четко у них идет. Пятая игра от конца они выиграли. Вторая игра от конца они выиграли. А последнюю они обе проиграли. Причем Минск проиграл последнюю игру дома нефтехимику. И, как бы, тоже второе поражение подряд в Минску как-то не очень, не очень в их планы входит. Все-таки Белоруссия вся. Значит, это лицо, карточка республики, понимаете. Это Динамо Минск. Авангард все-таки это команда с именем. Чуть ли не Куба Гагарина они брали. Там Ярмир Ягру у них там играл. И так далее. Поэтому они должны побороться здесь и попытаться зацепиться. Поэтому вот такая установка. Плюс полтора на Динамо Минск. Ребят, да, все время забываю. Переходите по ссылке, закрепленной в комментариях. Регистрируйте в СМОБЭТе по моему промокоду. Получайте в ФРИБЭТ 19 тысяч. Отыгрывайте в моей группе. Лесенкой или еще каким-то образом. С участием нашего мозгового штурма. Нашей группы. Нашего коллективного разума. Который постоянно накидывает. Накидывает разные события. Разные котировки. С утра до вечера. Группа не спит. Потому что Владивосток у нас ночью играет. Дальний Восток у нас играет. Якутия играет. Все играют, значит, у нас. И матчи начинаются там. Они вообще не заканчиваются. То есть, играем мы и ночью, и утром, и днем. И в любое время дня и ночи. Поэтому всех приглашаю зарегистрироваться в МОБЭТе. Проблем с выводом денег не будет. Административная поддержка с моей стороны. То есть, я не представитель, а официальный партнер МОБЭТа. Не стесняюсь об этом говорить. Потому что они обратили на меня внимание. Сказали, что у меня очень хорошая аналитика таких каналов, как у меня. Очень-очень-очень мало. Не все у нас заходит. Не все заходит. Но имейте в виду, что только я разбираю футбол, хоккей и баскетбол. Три вида спорта. Никто три вида спорта не делает. Делал только я. Это первое. И такие длинные ролики только у меня. Больше ни у кого. Я не претендую на какие-то лавры. Я не претендую, значит, на то, что я прям ясновидящий. Вот разбираю так, как разбираю. По хоккей сегодня мало понятного. Честно вам скажу. Поэтому очень много футбола сегодня. И сегодня еще и будет и баскетбол. Поэтому ждите остальные ролики. Обязательно подписка. И регистрируйтесь в Млбете. Всем удачи. Пока.